И он стал не единственным таким человеком, кто упал вдоль линии шурифов, он также стал и Адам Малыш. К большому сожалению, его многочисленных поклонников и его болельщиков из нашей страны, из стран души СССР. Я знаю, что, конечно, очень много людей ему симпатизируют, и вот такая неудача постигла и Адама Малыша. Улетел он на 126 метров и упал до линии шури, у него вообще закантовалась лыжа и отстегнулось крепление автоматическое, и поэтому он занимает 27 место после первой попытки. Но, слава богу, он попал в 30-ку сильнейших, как и Арту Лапи, тот вообще на 128 пройдет, и 22 место занимает. Так же, как и Якуб Янда, со своим, в принципе-то, неудачным прыжком на 114 с половиной метров, но Янда 28-ое место занимает. Также Дмитрий Патов, слава богу, 29 место занял Дмитрий Патов, туда же, куда и Янда он улетел, но хуже оценки получил. Ну, неудивительно, Янда отличается, как раз всегда, тем, что высокие оценки получают, и отлично свои техники отличаются. Таким образом, трое наших прыгунов, Дмитрий Васильев, 11-й, Денис Корнилов, 24-й, Дмитрий Патов, 29-й, попали в 30-ку сильнейших. Ну, это очень хороший результат. Конечно, хотелось бы побольше, хотелось бы, чтобы все четверо прошли во вторую попытку, но трое из четырех, вы знаете, в свете вообще выступления сборной Норвегии сегодня, допустим, все у нас даже не так уж и плохо получается. Или, например, в Горной Германии. В сборной Германии во вторую попытку попали Мартин Шмидт на 14-м месте и Йорк Рецепельд на 30-м. А в сборной России представительство гораздо лучшее, и, мало того, по месту тоже намного приличнее. Вот Стартлист, Йорк Рецепельд, Дмитрий Патов, Якуб Янда, Адам Малышганда, Ландерт, третий швейцарец, Денис Корнилов, Штефан Хула, Поляк Андра, Сарен из Швеции. Один из тех, кто очень хорошо для себя выступил недель назад, Артулапи. Неудачник первой попытки. Очень много интересных имен. Грегор Шлиренсауэр, заявившийся билетом. Том Хильде, норвежец. Велим Аттелинстриум, вернувшийся после длительного перерыва. Естественно, Дмитрий Васильев. Австрийцы. Австрийцы прекрасно себя показали так кучно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы поближе к пятерке и вообще повыше места заняли. Соответственно, в сборной Норвегии вот такой интересный получился расклад, что в тридцатку сильнейших попало четыре норвежца. И очень много лидеров не попало. И вот старт второй попытки. Йорк Ритсфельд, один из дворих представителей сборной Германии, попавших в первую попытку. Во вторую попытку. 17-е ворота. И смотрите, как хорошо. Полетел Йорк Ритсфельд намного лучше, чем в своей же первой попытке. И из 17-х ворот сейчас стартует прыгуней. Были 16-е в первой попытке. Подняли на одну ступеньку. Соответственно, можно ожидать повышения результатов. Ну, а это прямо гроссмейстерский прыжок. 127,5 метров. Йорка Ритсфельда. 214,3 в сумме. Очень удачно. Вот теперь задача стоит перед Дмитрием Ипатовым. Улететь также далеко. А это, соответственно, прибавит 13 баллов к своему результату. И вы смотрите, что получается. Дмитрий Ипатов не проигрывает. Будем надеяться, что не проиграет. 126 метров. Жалко. Но, знаете, исходя из синей линии, он попал-то как раз в неё. Сейчас посмотрим. У него было преимущество перед Ритсфельдом всего. В один балл. Хватит ли ему этого гандикапа? Не хватило. Второе место занимает Дмитрий Ипатов. И что самое-самое обидное, он проиграл Йоргу Ритсфельду всего 0,2 балла. Вот это вот очень обидно, к сожалению. И смотрим, что покажет нам победитель Кубка Мира Якуб Янда. Ну а Якуб Янда тоже показал, что он достоин своего звания победителя Кубка Мира. Что неудачная первая попытка нисколько не сказалась на его моральном, психологической кондиции. И в 129 метров вот так вот спокойно летит Янда. И видно по нему, что он может больше, он может добавить. И начало сезона, да, такое сумбурное, да, Янда вряд ли, я не думаю, что он даже и в десятку попадет. Все-таки очень много хороших спортсменов, в том числе и Адам Малыш. И сезон нас ожидает очень интересный. И подождем, подождем, конечно, когда все портфены придут в норму. И вы смотрите, что творит Адам Малыш, Адам Малыш. Вот это так 140-ка полет. И вы знаете, вот сейчас вот снова-снова повторюсь, как же жалко, как же жалко, что он упал. 136 метров, абсолютно дальний, самый далекий прыжок сегодня вечером. 129,5 была дальностью Андреса Кютеля. И 136 Адама Малыша. Вот фирменный его стиль, знаете, как будто вернулись на три года назад, когда ему не было равных, три победы в Кубке мира. Сумасшедшая скорость полета, такое впечатление, что просто дрожат, прямо дрожат лыжи его во время полета. Вот такое вот сопротивление воздуха они преодолевают. В общем, вот такой вот Малыш. И хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы он таким и остался на ближайне всего сезона. Гведа Ландерт, третий швейцарец. Нет у Томаса Мюрлингера здесь, к сожалению. А так, я думаю, что была бы очень приличная швейцарская сборная, особенно в свете того, куда улетел Гведа Ландерт сейчас. Тоже неудачная первая попытка. Всего лишь 116,5 метров. И вот в район 128-го он точно улетел. Нет, 123 метра, 5-е место у Гведа Ландерта. И вы знаете, худший результат по сумме двух попыток у швейцарца. Вот так, вот. То есть, до этого худший был у Дмитрия Епатова. Результаты с дальностью 126 метров во втором попытке. И очень надеемся на день. Ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, что-то... Знаете, вот это уже настораживает. Смотрите, 130 метров была. Дальность полета неспроста. Да, уже третий спортсмен падает на горе приземления. Ну, слов просто нету. Жутко-жутко обидно. Вот смотрите, вот что произошло. Левая лыжа пересекла. И вот и справа попал. И, соответственно, он уже ничего не смог поделать. Но, знаете, как-то слишком... Много сегодня падают спортсмены. Уже третий такой случай. 130 метров. Блестящая дальность. Ну, к сожалению, всего лишь 205,8 вала в сумме. Очень обидно. Может быть, что-то где-то проглядели организаторы с трамплином. Все-таки очень теплая погода. Очень, ну, по декабрьским меркам просто-таки жаркая. Полтора градуса было при начале соревнований. Может быть, сейчас похолоднее стало. Молодые борцы сегодня прыгали вообще при плюс пяти. Может быть, подтаивает где-то снег. Слишком мягкий снег. Как будто бугором, почка. И, знаете... Было бы безумно обидно, если бы как раз вот такие вот независимые... Независимые от спортсменов факторы влияли на результаты. Так, три падения мы уже с вами видели. Вот сейчас утрамбовывают гору приземления. И, к сожалению, шестное место Дениса Корнилова представляется 130 метров без падения. И это уже была бы тройка. А, возможно, даже и вторая бы после Малаша стал Денис Корнилова. Вот сейчас обязательно прокладчик должен прыгнуть. Один из представителей местного Левихаймерского клуба, норвежский. Он должен проверить, что сейчас как. Вот мы видим Васю Байца, который вернулся в Словению. После того, как он прилег к победе. Якуба Янду, работая в Чехии. И, да, испанитель Якуба Янду, в общем, за счетчиком мира. И сейчас Васю Байца работает в Словении. Вот Вольгенштайрт на наших экранах. Знаете, уже не первый раз я вижу в этом году, в этом сезоне, как Вольгенштайрт стоит рядом с самим Вальтером Койфером. Он любит о ней пообщаться. Ну, понятно, на одном языке разговаривают. И, наконец, дали разрешение на старт. Штефан Кула из Польши. 117 баллов было, но ему, конечно, чтобы побить. Малыш, это своего лидера, надо прыгать намного дальше того, что он показал сейчас. Хотя он сейчас показал не такой уж и плохой результат. 117 в первом попадке, да, и 121 с половиной сейчас. Все прибавил. Подняли на одну ступеньку ворота. И 3,5 метра, 4 даже с половиной метра добавил, что фан Кула. Но этого всего недостаточно. Мало того, шестое место. И помимо Адама, Малыша и Якуба Янды, которые на 136-129 улетели, надо признать, что и Дмитрий Патов тоже продолжает подниматься, карабкаться вверх. И в любом случае он уже улучшил свое место. Он был в 29-м. В 29-м после первой попытки. А сейчас он уже 4-й и опережает троих. Так что 27-е место у Дмитрия Патова будет. Адрес Саарен из Швеции. Да, все неплохо, но ту планку, которую задрали Малыш и Янда, конечно, ему не подвластно. 125 метров, смотрите, тоже прибавил. 27,5 метров к самому результату Андрес Саарен. И он отодвинул Георга Риццельфельда и, соответственно, Дмитрия Патова на 3-4 места, к сожалению, для нас. И Арту Лаппи, еще один неудачник сегодняшний. 128 дальности он имеет. И, да, где-то, наверное, вот в ту же точку он улетел в район 128-127, но все равно это не позволит ему обойти Адама Малыша с результатом 136. Чтобы обойти 128,5, но чтобы обойти Адама Малыша, например, то надо, там уже Арту Лаппи было прыгать на 132 метра точно. А пока мы имеем второе место Арту Лаппи. Переделал Якуб и Янду чуть поближе, чем сам Янду прыгнул. Янда 120 и 128,5, но, конечно же, заделал Ганди Каппу и Лаппи достаточно, чтобы Янду обойти. Прямо Шпикель славенец, побывавший уже в очках в этом сезоне, в том самом несчастном старте, который уже неоднократно помянутый, и я думаю, что это не забыть вообще уже. И давайте считать, что все началось сначала. И вот Прямо Шпикель как раз 132 метра, да и показывает. И смотрим сейчас, сможет ли он опередить Адама Малыша. Блестящий прыжок славянского спортсмена. Вот, посмотрите, как сказалось появление Васи Байцева опять у себя на родине сборной. Случайно или не случайно? Я не склонен это списывать на какую-то случайность, и я думаю, что уже работа Васи Байцева приносит свои плоды. Нет, второе место. Прямо Шпикель занял второе место после своего прыжка, проиграл Малышу, причем проиграл разновательно, учитывая Гандикам его после первой попытки, при 70-х баллах, но зато обошел Орду Лапи. Вот смотрим на наших ребят, 7-й, Дмитрий Патов, 10-й, Денис Корнилов. Вот 10 прыгунов. 10 спортсменов отпрыгали, ждем следующую десятку. Итак, после первых 10 прыгунов наступает 20-е место, занявший в первой попытке Винсенте Комп. Мы уже привыкли, что вторая попытка по 10 человек. 10 человек и небольшой технический перерыв. И вот 20-е место занявший Винсенте Комп тоже основательно так прибавил к своему результату. У меня создается впечатление, что подморозил чуть-чуть в Лилихаммере, потому что поднятие ворот всего лишь на одну ступеньку не дает такого сумасшедшего прибавления результата. 118 был в первой попытке, и вот вам, пожалуйста, 125 плюс 7. Если посмотреть, то все, буквально все спортсмены добавили. Малыш 10 добавил, ну, прямо шпик и вообще, чтобы невероятно совершил 13,5 метров дальше. Смогу себя вылетел. Только Артулапи, Артулапи всего полметра добавил. Ядно больше 10 и так далее, и так далее. То есть по 7, по 10 метров прибавляют Митри по 12, 11,5 метров к своему попытку добавил. Наверное, все это подморозило, улучшилось скольжение, хотя скорость отрыва увеличилась всего на 2,3 километра в час, но что-то происходит. И вот Мортен Суолема, норвежский прыгун, он стартовал вообще под первым номером, и мало кто ожидал попадания на 19-е место после первой попытки. Мало того, что 19-е место, да и вообще в 30-е, будто мало кто ожидал попадания. А вот он вот такой выдает, 4-е место занимает, и молодец, молодец, и составил на себя обратить внимание Михи Коньковский, и может быть, он его возьмет в сборную. Еще один норвежец Хеннингстенсрует. Вот такая интересная ситуация в сборной Норвегии. Четыре человека, попавших в 30-ку сильнейших, ими оказались в порядке убивания мест. Андерс Якобсен, Тонхильды, Хеннингстенсрует, который только что сейчас отпрыгал и Мортенсорем. Хеннингстенсрует 128,5 метров. Вот вам, пожалуйста, вот такой уровень. Вот так вот залетали, буквально, именно залетали спортсмены. И смотрите, первый номер и второй номер. Стартовый после квалификации. Признанный лидер Роморен Петерсон. Лёгкель сегодня прошел квалификацию. Олимпийский чемпион. Ларс Бистоль в Турине в этом году, правда, на, опять же, малом трамплине, но все равно они все четыре самых главных в сборной Норвегии не попали в 30-ку сильнейших. Роморен Петерсон. Вот Андрес Бистольцель улетает на 127,5 метров и, в принципе, уже достаточно велик должен быть. Но совершенно велико должно быть преимущество передатому Малышу. Сейчас посмотрим. Вряд ли он, конечно, опережает с таким прыжком до 27,5 метров. Это, соответственно, 8,5 метров ближе к Малышу. Он показал дальность. Четвертое место занимает. И смотрите, Малыш первый. Прыгаю уже 14 человек. Вот если сейчас Грегор Шлирен Сауэр проиграет. Малыш, это Малыш попадет в 15 сильнейших. Би Грегор Шлирен Сауэр, молодой австриец. Ну что, покажет он? Ох ты! Вот это вот прыжок. Вы знаете, это в район прыжка дома Малыша. И, вы знаете, повторяется ситуация летняя. Ой, 141 метр. Смотрите, обладатель самого дальнего прыжка в этом уикенде на 140 метров Грегор Шлирен Сауэр бьет свой собственный же, свой же собственный рекорд. 141 метр показывает молодой 16-летний австриец, сосед по комнате Мартина Хольварта и выходит в лидеры. Знаете, повторяется ситуация. Было уже летом такое, когда Шлирен Сауэр просто, ну, как бы померчато сказать, обрезал крылья признанному признанному лидеру Адаму Малышу. А теперь вот Роберт Крайнев. Представляете, что чувствует спортсмен, который опережал, в общем-то, Грегор Шлирен Сауэра перед второй попыткой. Что он чувствует? И он понимает, куда ему надо лететь. А возможно ли, вероятно такое? И смотрим, что невероятно, краница, по крайней мере, в том состоянии, в котором он находится сейчас, для него пока это невозможно. Вот такой вот прыжок сумасшедший. Напомню, еще раз, 141 метр. А контрольная линия, вот красная, находится на 141. В принципе, в принципе, когда, если бы действовать совсем формально по букву закона, то Вальдер Кофер должен был остановить соревнований и спустить ниже ворота. Но мы это прекрасно понимаем, что возможно, это даже не денежно. А теперь Мартин Шмидт, Надежда, одна из главных, Надежда Петера Роквайна. И молодец, молодец Мартин Шмидт, все-таки возвращение его потихонечку. Вот Мартин Шмидт как раз не форсирует, мне кажется, событие, не пытается вот сразу ворваться в элиту, например, как вот. Сейчас посмотрим, как отпрыгает ее вели мать Линстриум, да, но он сразу, сразу ворвался на 4 место. Быстро, все неожиданно, все порадовались. А Мартин Шмидт потихонечку прибавляет от недели к неделе, добавляет в результате и вот таким образом выходит на второе место и опережает Адама Малыша. Дождались, дождались мы с вами противостояния Мартина Шмидта, Адама Малыша. Он опередил Малыша на 6 баллов уже, но уже большие-большие отставания там идут дальше и, конечно, много уже людей будут опережать Малыша. И сейчас посмотрим, что у нас показал Том Хильде, второй представитель Норвегии. По результату первой попытки, номер 2, номер Норвегии, сегодня, пока. 128,5 метров. И четвертое место Тома Хильде. Да, он доволен. Два хороших прыжка, молодой спортсмен, явно Коенковский обратит на него внимание, но, опять же, обращаю внимание, третье место Адама Малыша уже третье место и осталось всего 12 человек. И вот Вилли Матилинслим, недавно мною помянутый, буквально только что, улетает к 130, посмотрим, сможет ли он опередить Адама Малыша. Конечно, хотелось бы видеть 132 метра. Да, скорее всего, опередит, но все равно очень бы хотелось видеть продвижение Адама Малыша все выше и выше по турнирной таблице. Но пока нет уверенности, обонит ли он. Да, не обошел он Мартина Шмидта, но обошел Адама Малыша. Вклинился между ними, но 6 очков было между ними. Да, жалко. И вот сейчас давайте помолчим и поболеем за Дмитрия Васильева. Вы знаете, молодец Дмитрий Васильев. Я, конечно, не думаю, что он попадет. Жалко, к сожалению, что он попадет в десятку сильнейших. Хотя 131,5 метр проиграет он, безусловно, австрийцу молодому, но вполне возможно, что потягается с самим Шмидтом. Нет, четвертое место, знаете, он даже проиграл, проиграл Вилли Материнистр, на полметра ближе прыгнул, но все-таки есть проблемы. У Дмитрия Васильева с приземлением всегда заметно, где-то постоянно на полбалла меньше получает, чем все остальные. И вот неспроста нам показали Вальтера Хофера. Сейчас 10 человек, и осталось 10 прыгунам прыгнуть, а вот такие вот они прыжки выдают. Андрес Кёфлер... А вот Андрес Кёфлер разочаравливал. И с 5 места Андреса Кёфлера, но вот мы видим, что Адама Малыша начинает отодвигать, но зато Кёфлер не обошел Дмитрия Васильева. Вольгер Клоцель, 9 место после первой попытки. И вот смотрим пятерку сильнейших. Шлиренцавер, Шмидт, Линстров, Васильев, Кофлер. Шестое место Адама Малыша. Да, не получится, наверное, все-таки у Малыша попасть в 10-ку, но в 15-м он уже точно себе 15-е место гарантировал. О, как далеко улетает Вольгер Клоцель. И, пожалуй, он может. Вот он может отодвинуть. Да, Мартина Шмидта на 134 метра улетел. Роскошный совершенно прыжок. Я думаю, уже немного мы отошли от того, что выдал юный австриец. И, естественно, да, этот прыжок смотрится просто блестяще. 252 на 10-е балла, второе место. Проиграл он Шлиренцаверу всего 4,3 балла. Хотя всего... Слишком опрометчиво говорить всего, потому что Шлиренцаверу после первой попытки проигрывал Вольгер Клоцелю очень много. Мартин Холлер на старте готовится к своей попытке. 126 метров в первой. Вот как раз соседи по комнате. Практически очное противостояние. Лидер Шлиренцавера и Мартин Холлер, который, возможно, отберет лидерство у юного австрийца. Сейчас смотрим. 135 метров дальше на метр, чем Вольгер Клоцель. И смотрим сейчас, хватит ли запаса Мартина Холлер. Хватит ли его преимущества, чтобы остаться впереди Шлиренцавера? Победно скидывает руки вверх Мартин Холлер. Конечно, он доволен. 135 метров, знаете, не хватило. А знаете, сколько ему не хватило? 0,4 балла всего. 256,4 балла у Шлиренцавера, 256 у Холлер. Вот, видите, вот такая вот даже ирония судьбы получается. Соседи по комнате. Соседи по комнате вот так вот делят между собой лидерство. И сейчас у нас промежуточно получается вообще. Три австрийца первые три места занимают. Шлиренцавер, Холлер, Холлер. 4 Мартин Шмидт, 5 Белли Матери, 6-й, что очень отрадно, Дмитрий Васильев. И очень бы, очень бы хотелось, чтобы он попал в десятку. Хотя еще осталось 7 прогунам прыгнуть. Но 13-е место, как минимум, у Васильева есть. Напомню, что Дмитрий Васильев в 11-м был неделю назад. А сейчас мы смотрим за тоже фантастическим полетом Ярна Дамиана. И, опять же, все, вот лидерство-то Грегора Шлиренцавера вот уже скоро-скоро должно пошагнуться. 134 метра и где-то вот в район вот этой синей компьютерной линии там высчитывается приблизительный балл. Но нет, третье место, и причем здорово проиграл. Вот 18 очков здорово проиграл Шлиренцавер Дамин. Третье место отодвинул. Вот разбил тройку лидеров. Тройку, острижку тройку. И последний из норвежцев Андерс Якобсен. Посмотрим, на что способен, вот как его, в принципе, молодой норвежец и дебют его во взрослом Кубке Мира. Насколько устойчива его психика. Он видел, он все видел своими глазами, куда летали Драгуне во второй попытке. Вы знаете, да, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, коснулся он руками. Вы знаете, сумасшедшую дальность показал, и возможно он дальше 141 метра улетел. Но ему здорово сбросить. 142 метра, вы посмотрите, рекорд, рекорд уикенда абсолютно, 142 метра. Но! Было одно но, было очень хорошо видно, что Якобсен коснулся руками земли. Там, понятно, очень далекий прыжок, он уже, ему лишь бы не упасть было, не было никакого телемарка. Вот. Вот этот вот момент, и смотрим, что ему поставят судьи. Да, и 12-13 баллов, всего лишь пятое место, к сожалению, пятое место. Да, вот такая вот радость, мимолетная радость была видна на лице Микки Канькоски, но я думаю, что он немножко расстроен. Хотя, хотя такой явный совершенно стратег Микки Канькоски смотрит далеко в будущее, и я думаю, что перспективы он видит прекрасные, и вот тут вот его радость ничего не омрачает. И вообще Канькоски заявил о том, что, конечно же, будет больше в основном готовиться к чемпионату мира. И хочет именно работать по той же схеме, что работал именно общий успех сборной Норвегии. То есть он не хочет какого-то одного явного лидера, но общий успех сборной команды. А сейчас Томас Моргенштерн попытается замахнуться на результат своего младшего товарища по команде, и, возможно, ему это удается. Хотя нет такой пурной радости, как у, скажем, Мартина Холлиорта на лице. И вообще, казалось бы, да, такой молодой все еще Томас Моргенштерн, уже опытный Мартина Холлиорта, но совершенно они ведут как раз не соответствующие своему возрасту. И, да, скидывает побед на руки вверх, и Томас Моргенштерн лидирует. И снова у нас, мы с вами наблюдаем тройное лидерство сборной Австрии. Австрия, конечно, выдает какого-то сумасшедшие результаты. И сейчас будет самое главное. Сейчас мы увидим самое главное. Двух финнов и двух австрийцев. Ян Раханин. Ян Раханин, кстати, из ныне действующих спортсменов имеет самое большое количество побед на этапах Кубков Мира. Их 32. Он обходит от Малыша на три победы, хотя Малыш на один Кубок Мира больше взял. Но все внимание на Аханина. И Аханин, Аханин проигрывает Моргенштерну. К сожалению, видно уже сейчас, что строится, 15,5 метра. Преимущество Аханина над Моргенштерн было на 0,2 балла. А мы знаем, что на таких трамплинах все, что дальше капует, оценивается 1 метр в 1,6 или в 1,8. И всего лишь вообще четвертый. Вы смотрите, что происходит. Четвертое место. 254 от 1,10 балла. Отбрасывает Янаханин сегодня четвертое место. Очень, очень обидно за него. Очень симпатичен. Очень многим болельщиков, и вообще много болельщиков, и самым главным, болельщиц симпатизирует он Прагуну. И одному из величайших Прагунов современности. Но посмотрим, что скажет Матиха Камяки. А Матиха Камяки скажет приблизительно то же самое, что Илья Наханин может быть даже потише. 132 метра, да, на полметра ближе. Опережал Унаханин всего на 0,2 балла. Ну и в свете этого где-то вот туда же упадет, и возможно даже проиграет Яна. Да, пятое место обыграл он Герна Даймена, который до этого пятое место снимал. И вот они вот все-таки парой так и продолжают идти. И Яна Аханин и Матиха Камяки поменялись местами и проиграли три места. И вот самая главная интрига. Томас Моргенштадт уже как минимум на пьедестале почета. И Симон Аман все еще молодой, но абсолютный чемпион Олимпийский Salt Lake City. Это было уже в принципе давно, очень четыре года назад. Но молодой Симон Аман. И Симон Аман похож, обходит, обходит Томаса Моргенштадта. Там нету, конечно, прыжка такого бешеного на 140 метров дальности. Но хватает ему, его задело. У него было 5,5 балла преимущества над Томасом. Напомню, Томас улетел на 134,5 метра. И ждем оценок судей. Да, Телемарк у него вышел. Чуть-чуть, конечно, ему снимут очки. Он не очень такой был ярко выраженный. 138 метров, первое место, 265,9 балла. Прекрасно! И Симон Аман уже гарантированно повторяет свой результат недельной давности. Смотрите, а у нас на экранах Роуэр Лёггельса, который не смог пройти, к сожалению, квалификацию. Вот смотрит, ну, хорошее у него настроение, но все равно жалко. Я думаю, он бы очень, очень хотел бы поучаствовать вот в этом зрелище великолепно. И последний. Андрес Кютель. Бронзовый призер Кубка мира последнего. И, похоже, вы знаете, все идет к тому, что Аман наконец-то завоюет свою... Я сейчас скажу очень необычную вещь. Вторую всего лишь победу в этапах Кубков мира. Вот такой вот легендарный абсолютно олимпийский чемпион Симон Аман может завоевать всего лишь вторую свою победу на этапах Кубков мира. Но подождем сейчас. Какое место? И смотрите, Кютель занимает второе место. 133,5 метра. Обходит Томаса Моргенштерна и проигрывает Симона Аману. И вот оно, двойное швейцарское лидерство. Праздник, конечно же, встанет в сборной Швейцарии. Поменялись местами Симона Амана и Андрес Кютель. И, наконец-то, спустя 4-4 года пришла победа к Симону Аману. 100 очков. Получается отчет Кубка мира Симона Аман. Плюс к 80 его неделю назад. Отбирает он, естественно, майку лидера у Артулапи. Которому просто банально не повезло сегодня. И, возможно, Артулапи смог бы составить конкуренцию Аману сегодня. И вы посмотрите, с каким отрывом. 5 баллов от Кютеля, в свою очередь. Кютель, смотрите, всего лишь на 2,5 балла перейдил Томаса Моргенштерна. Вот так вот тройка австрийцек. Дальше Шверенсауэр и Хольвард. Дальше Параханин, Халтамяки. В десятку сильнейших попал Ярный Дамин на 8 месте. Девятый Летцель. Десятый Андерс Якобсен, что очень для него хорошо. Одиннадцатый Мартин Шмидт, который очень стабильно уже начал выступать. 12-й Велим Ателинстрим. Вернулся он все-таки в 15 сильнейших. И это зачет. Ему можно поставить и в актив ему можно это поставить. Дмитрий Васильев опустился по сравнению с предыдущим этапом на 2 места. Но все равно очки. И молодец Дмитрий Васильев. Очень жалко, что не повезло Денису Корнилову. Очень, конечно, жалко, что не повезло Денису Корнилову. С результатом 130 метров, я думаю, он вошел в 20-ку сильнейших. И, возможно, даже зацепился бы за 15. Молодец Дмитрий Епатов. Он, пожалуй, пока сейчас слабее всех выглядит среди нашей сборной. Вот среди той тройки, которая попала в первую попытку. Но Дмитрий Епатов добавил 2 места к своим... 2 места после первой попытки, которую он занял. 29-е было место, стал 27-м. В общем, поздравляем. Поздравляем и наших болельщиков. Поздравляем болельщиков Симона Амана и главный Симона Амана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА